Дорогие коллеги, всем добрый день, рада приветствовать от лица туроператора Турплатформы. Всем ли меня слышно, видно? Видна ли презентация? Пожалуйста, поставьте плюсики в чат. Все отлично, видно и слышно. Тогда можем начинать. На сегодняшнем вебинаре, он посвящен замечательной стране Таиланд, страна улыбок. Я расскажу немного про нашу компанию. Будет небольшая водная часть в общем по стране и два основных блока. Первый блок посвящен Паттайе. Это пляжи и отельная база. И второй блок, соответственно, Пхукет. Также основная информация по пляжам и отельной базе. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, сразу их пишите в наш чат. И я постараюсь сразу отвечать. Особенно то, что касается отельной базы. Чтобы не возвращаться к уже озвученной информации, постараюсь все увидеть и на все вопросы ответить. Итак, Турплатформы. Кто же мы? Наверное, кто-то с нами еще может не знаком быть. Туроператор, который работает на рынке чуть меньше двух лет, но молодого возраста совсем не означает, что мы новички. У нас собралась команда из хороших специалистов с большим опытом работы в туризме. Наш генеральный директор Толчин Сергей Николаевич руководил туроператором и туристом на протяжении 15 лет. Прошел в компании одни из самых сложных периодов в туризме. Хотя, в принципе, наверное, в туризме легких периодов, наверное, особо и не было. В итоге родилась идея создать небольшую новую компанию с опытными сотрудниками. На данный момент у нас прямые контракты с самыми популярными отелями по России и Абхазии. Контракты с ведущими принимающими компаниями в Турции, в Таиланде, Шри-Ланка, Мальдивы, Эмираты, Египет и небольшое количество других направлений. По Таиланду у нас четыре принимающих компании замечательные. Это Илвиз Тур, Экзотик Ваяж. И в этом году мы еще подключили Азия Джорни и Аква Тревел. Соответственно, у всех принимающих компаний хороший автопарк под трансферы. Отличные гиды, которые всегда помогут в решении любых вопросов на местности. И, собственно, в конце сентября этого года мы провели рекламный тур совместно с принимающей компанией Илвиз Тур. И с небольшой группой агентов мы познакомились с регионом Паттайи и Пхукета. Соответственно, данную информацию сегодня я с вами и поделюсь. Немного полезных фактов по Таиланду. Местная валюта – тайский БАД. В Таиланд можно ввести как доллары, так и евро. Менять обменных пунктов в курортах большое количество. С этим проблем нет. Оплата картами российских банков виза Мастеркард, соответственно, не работает. Но принимаются карты платежной системы UnionPay. Мы пользовались картами Газпромбанк. Газпромбанк, также русский стандарт. Платежи проходили, то есть каких-то проблем не было. Это и 7-11, и какие-то кафе, рестораны на курорте. Также это при отелях использовали оплату. В аэропорту, то есть, в принципе, каких-то критических ситуаций с работы карт не поступало. В Таиланде все пляжи муниципальные. Соответственно, туристы могут отдыхать на любом пляже совершенно бесплатно. Но за шезлонг и зонт придется заплатить. Средняя стоимость двух лежаков из Антая в районе 200 бат. Один лежак где-то от 60 до 100 бат. С ноября по апрель сухой сезон, основной наш сезон для наших туристов. В остальные месяцы на Пхукете бывают тропические ливни, сильные волны и высокая влажность. А Паттайя, так как это материк, таких проблем нет. Даже в низкий сезон там комфортная температура, влажность, дожди, если идут, то в основном идут по ночам. Соответственно, на островной части цены на все практически выше по сравнению с материковой частью. Это нужно учитывать. То есть если у туристов есть, ну как бы ограничен бюджет, то и допустим они еще в Таиланд летят в первый раз. Наверное, лучше сначала предложить Паттайю. Для туристов, которые уже побывали на островах, наверное, Паттайя уже не зайдет. То есть любители островного отдыха, острова не применяют ни на что. В Паттайе ровная местность, холмов в курортной зоне практически нет. На Пхукете, соответственно, холмистая местность и многие отели стоят на возвышенностях. Это нужно учитывать. Извините, остановлюсь. Если есть какие-то общие вопросы, в чате подключена моя коллега Регина. Она мне помогает по общим вопросам отвечать. По вопросам уже по Таиланду, соответственно, буду отвечать я. Да, по полетной программе я еще не дошла, будет чуть-чуть позже. Практически во всех отелях Таиланда при заезде берется депозит. В среднем это около 1000 бат за ночь. Но есть ряд отелей, с которыми можно договориться, даже с пятерками. Вот мы сколько ездили, то есть в презентации я там вставляла, где можно договориться и не оставлять депозит. Но опять же, депозитная система, она сделана отелями для все-таки удобства туристов тоже. Потому что они пользуются услугами отеля, питаются, не знаю, спа ходят и еще что-то. И, соответственно, чтобы не носить с собой кошелек, деньги, кредитные карты, то, соответственно, можно записывать все это на номер и в конце по выезду вам предоставят чек по всем вашим услугам и вычтут из депозита, что, в принципе, довольно-таки удобно. Такси на острове довольно-таки дорогое. Для вызова такси рекомендуйте приложения InDrive и Bolt. Чтобы местные приложения работали, нужно, соответственно, местную сим-карту купить. Местные сим-карты продаются как в аэропортах, так можно купить и во всех супермаркетах. Но удобнее купить сразу в аэропорту, потому что это безлимит. Сразу не нужно в магазине говорить, какой тариф нужен в аэропорту. Они сразу всем продают безлимит, в среднем 200-300 бат. Тариф идет на 8 дней, но очень часто еще там на 9-10 день и интернет иногда там ловит, то есть там можно пользоваться. Вопрос в чате. Как комбинировали Паттайя плюс Пхукет? Нет, на AirAsia нет. У нас перелет был местной тайской авиакомпании. Соответственно, у нас изначально был вылет из Москвы через Доху до Бангкока, потом местный перелет и, соответственно, из Пхукета мы уже летели, возвращались домой. Правила въезда для граждан Российской Федерации. Посещение Таиланда на срок пребывания до 30 дней. Оформление визы не требуется. Это обычное условие. При этом паспорт должен действовать не менее 30 дней с момента возвращения из поездки. С 16 октября кабинет министров Таиланда увеличил. И до 90 дней на данный сезон можно уезжать в страну также без визы и не нужно будет продлевать, если туристы хотят остановиться там больше, чем на месяц. И это правило будет действовать с сегодняшнего дня, с 1 ноября и по 30 апреля 2024 года. У нас на нашем сайте в подборе тура рассчитаны пакетные туры на регулярных рейсах. У нас нет чартеров. Пакеты, соответственно, рассчитаны из 18 городов России. В основном, конечно, это перелет с пересадкой. Прямые рейсы можно увидеть также. Это Аэрофлот в основном, Москва, Екатеринбург. Это и Бангкок, и Пхукет. Красноярск, Санкт-Петербург, Пхукет. И из Иркутска в Бангкок. Также прямые регулярные рейсы «Севен» есть из Иркутска. То есть можно комбинировать с пересадкой в Иркутске другие рейсы компании «Севен» с вылетом из разных городов России. Пользуются популярностью, соответственно, перелеты на китайских авиалиниях. Если одна стыковка, то есть, соответственно, перелет через Китай в третью страну, то граждане Российской Федерации могут воспользоваться безвизовым транзитом. То есть оформление визы заранее не нужно. Но это нужно учитывать, что это должна быть одна стыковка в Китае. То есть нельзя лететь в Москву, допустим, в Пекин, Шанхай, Бангкок. Здесь нужно будет оформлять визу. Если Москва, Пекин, Бангкок, то все в порядке. Нужно смотреть. Пересадки бывают разные, разные варианты. Но, в принципе, это, наверное, один из самых бюджетных вариантов перелета в Таиланд. Чуть-чуть подороже – это, соответственно, перелет со стыковкой в странах Ближнего Востока. Это Эмираты, Катар, Оман. Также можно найти билеты на турецких авиалиниях с пересадкой в Стамбуле. То есть, в принципе, регулярных рейсов достаточно. Как показала практика, многие туроператоры, у кого блоки на чартерах, если они не продаются, они также выводятся в свободную продажу. Но, опять же, как показала практика, сейчас стоимость чартера практически равнозначна регулярному рейсу. Итак, что ж, перейдем к региону Паттайя. Это веселый город. Здесь каждый найдет развлечение на любой вкус. Это зажигательная ночная жизнь, большой ассортимент, выбор экскурсий, разные аквапарки, аттракционы. Но важно понимать расположение районов и туристической инфраструктуры. Транспортная развязка хорошая. Можно доехать в любую часть города. В принципе, от севера до самого юга пригорода, на Джамтен в Паттайе, в среднем ехать минут 40. В основном, конечно, туристы передвигаются где-то поблизости. То есть север-центр, центр-юг. То есть это все занимает не так много времени. Основные, соответственно, пляжи. Это северная часть Наклуа и Вангамат. Очень хороший вариант. Солидный район города. Самый чистый. Ну, не чище юга. Юг тоже хороший, зеленый, чистый район. Но север более такой респектабельный. Здесь практически нет клубов и баров, характерных для центральной части. Но магазины, кафе, рестораны, все как бы можно найти. И хорошие в основном отели стоят. В центральной части Паттайи все взрослые развлечения находятся в основном на Волкин-стрит и на пляжной улице вдоль моря. Здесь, соответственно, в этой, грубо говоря, на стыке севера и центральной части находятся основные большие торговые центры. Это Central Festival, Марина Паттайя, Терминал 21 и многие другие. Также здесь куча баров, ресторанов на любой вкус. К минусам, конечно, можно отнести то, что море грязное. Очень много лодок. То есть, если туристы хотят именно на море, купаться в море, то центральная часть для проживания не совсем подойдет. Лучше выбирать север или юг. Следующий курорт Протамнак считается самым русским районом в Паттайе. Подходит для семейного отдыха с детьми. Здесь есть различные достопримечательности, грубо говоря, в самом районе. Здесь же есть пирс Балихай, откуда ходят лодки, паромы на остров Кулан. Остров на этом острове около пяти-шести различных пляжей. То есть, он не совсем маленький, но и не совсем большой. То есть, если туристы хотят покупаться в таком более чистом море, там и рыбки тоже плавают. В общем, можно на целый день уезжать, купаться, ходить, гулять, загорать. В общем, есть чем заняться. И стоит, в принципе, недорого. Там в районе стабац человека в одну сторону. Джамтьен расположен к югу от центра города и популярен у российских туристов. Во многих кафе, ресторанах, меню на русском языке уже здесь можно увидеть. Развита отличная инфраструктура, тоже много кафешек, ресторанов, но не так шумно, как в северной, точнее, больше, как в центральной части. Не так шумно. На Джамтьен – это уже пригород, туристическая резервация, где вся инфраструктура сосредоточена именно в самих отелях. Из отелей, в принципе, выйти особо некуда. Ну, то есть, можно выйти, но там уже живут местное население. Есть, может быть, на выбор будет 2-3 кафе или ресторанчика, но основное все находится на территории отелей. Но удобно то, что все отели находятся непосредственно на пляже, а не через дорогу, как если брать центральную часть и южную часть частично. Здесь же, в пригороде на Джамтьене, много достопримечательностей, до которых не так далеко ехать. Большой аквапарк, известный сад Нонг-Нуч. Ну, в принципе, для более спокойного отдыха и для семейного отдыха тоже можно рассматривать на Джамтьен. Перейдем к отельной базе. Первый отель – это Центара Гранд Мираж Бич Резорт Паттайя. Большая зеленая территория, уютные и стильные номера. Территория оформлена в стиле фильма «Затерянный мир». Основное, что хочу сказать, что в отеле с лета этого года проводится поэтапная реновация всего номерного фонда. Отель состоит из двух одинаковых зданий. Мы, когда там находились, там в это время уже шел ремонт. Звуки были, но они все равно заглушаются на улице. Звуки на улице слышнее, чем внутри. На улице они заглушаются водой, дети бегают. Ну, в общем, в принципе, не мешает. Когда ты находишься в здании, ну, как бы шумоизоляция, она тоже очень хорошая, потому что они перекрывают, допустим, два этажа на ремонт. Потом еще для шумоизоляции отделяют еще несколько этажей. И, то есть, еще ниже там потом только живут туристы. И либо выше, смотря какие этажи ремонтируют. Как бы жалоб, как они говорят, на туристов нет. Соответственно, ремонт делается в определенные часы. Днем ремонт прекращается. Также там часов в пять он заканчивается. Ночью тихо, спокойно. Но отель очень популярен у семьи с детьми, потому что это отличный вариант. В принципе, в Таиланде сложно найти отель с активной анимацией. Тем более, еще анимация с русскоговорящим аниматором. Большое количество открытых бассейнов, ленивая река, девять водных горок. Детский центр есть отдельный, но он, правда, единственное платный. Это вот для подростков. Есть зиплайн, батут, игровые автоматы, Sony PlayStation. То есть дети там будут заняты круглосуточно. Родители в это время могут отдыхать, купаться, ходить в спа. То есть для родителей тоже очень много найдется, чем занять себя в свободное время. В данном отеле обязательный депозит. 2000 бат в ночь. Но есть фиксированные 200 долларов за 7 ночей, 400 долларов до 10 ночей, 600 до 14. Такой фиксированный депозит они берут только с тех туристов, которые, ну вот, говорят, мы хорошо сдадим вам депозит, потому что это обязательно, но мы не хотим этим депозитом пользоваться. Мы эти деньги по выезду заберем. А вот для тех туристов, которые хотят пользоваться депозитом, у них есть определенная программа. Она называется Бат Бананза. То есть туристы заезжают, они говорят, да, конечно, мы хотим пользоваться депозитом, мы кладем деньги на счет и будем их потом списывать. Соответственно, по этой программе туристы кладут, допустим, 10 тысяч бат на этот депозит, отель докладывает еще 2,5-3 тысячи. То есть чем больше турист кладет, тем больше докладывает отель. И получается, что как бы вроде и своими деньгами пользуемся, но и частично, грубо говоря, можно рассматривать как скидка, либо как доплата от отеля. Поэтому рекомендуйте туристам, кто с детьми, очень хороший вариант. Номерной фонд. Первые 5 категорий – это практически идентичные номера, но у них есть небольшие различия. Deluxe Ocean View – стартовая категория, 42 квадратных метра, балкон или терраса. Спальня только с кроватями King Size в данной категории нет винов. И ванная комната с душем с функцией «Тропический дождь». Все, в принципе, все категории номеров в данном отеле, они все идут, имеют вид на море. Deluxe Family Ocean Facing – точно такая же квадратура, наполнение, ремонт, только здесь отличие, что идет кровать Double-Double. То есть, соответственно, если семья с детьми, 2 плюс 2, можно рекомендовать данную категорию, то есть у каждого будет свое спальное место. Либо, если нужны только твины, едут, ну, не знаю, по работе, еще что-нибудь, то твинов, в принципе, мало в данном отеле. Можно рекомендовать тоже Family. Этот номер будет просто две большие отдельные кровати. Deluxe Spa Ocean Facing – все то же самое, только джакузи на балконе. И данная категория располагается на вторых и третьих этажах. Premium Deluxe Ocean Facing – только с 11 этажа, все остальное – то же самое. И Club Mirage Ocean Facing – все то же самое, только имеют клубные привилегии. Сразу скажу об общающие клубные привилегии, потому что они, в принципе, практически идентичны во всех отелях в Таиланде. Все клубные номера имеют приписку Club, соответственно. И клубные привилегии в основном состоят в том, что отдельная стойка регистрации, клубный лаунж, в котором в течение дня подаются различные закуски безалкогольной напитки, плюс обычно с 5 до 19, с 17 до 19 подаются различные алкогольные напитки. Все это, соответственно, входит. То есть многие едут на завтраках, берут клубные номера, и в течение дня ты, ну, если не сильно голоден, то аппетит можешь перебить, просто покушать в клубном лаунже. В некоторых отелях к клубным привилегиям еще дополняются иногда какие-то скидки на спа, на прачечную, но в основном все клубные номера – это вот пользование клубными лаунжами. В отеле еще есть ряд категорий – Deluxe Ocean Facing Family Residence. Если семья с детьми, они хотят жить, чтобы у детей была отдельная комната, то это хороший вариант. Это спальня, гостиная зона, и в гостиной зоне стоит двухъярусная кровать, у которой такие раздвижные дверки, и, грубо говоря, это можно считать даже как трехкомнатный номер. То есть у детишек там, ну, то есть двухъярусная кровать, небольшое пространство для игр тоже присутствует. Раздвижные дверки можно закрыть, все, родители остались наедине, либо ушли в спальню. И различные, соответственно, сьюты. Клаб Мираж Сьют – это тоже спальня и гостиная, клубные привилейки. Гранд Мираж Сьют, Гранд Мираж Дуплекс Сьют. В общем, категории номеров в данном отеле большое количество, и все они хорошие. И к концу следующего года будет полная реновация. Следующий отель – Pullman Pattaya Hotel G. Отель очень популярен благодаря месторасположению и высокому уровню сервиса цепочки Pullman. Можно рекомендовать как для семейного, так и романтического, так и молодежного отдыха. Состоит из основного 12-этажного здания и трехэтажного Lanai Building. Lanai Building – свой бассейн, и там более тихо, спокойно. На основной территории все-таки там больше с детишками шум, гам присутствует. Три открытых бассейна, детские зоны. Считается одной из самых лучших спа именно в этом отеле в ПТАЕ. Для групп есть трехэтажный отдельный конференц-корпус. Они занимаются, соответственно, размещением групп. Там как бы в конференц-корпусе есть все, что нужно для проведения различных мероприятий. Пляж – первая линия, но на пляже ставить зонты и лежаки нельзя, поэтому при отеле стоят лежаки у зоны бассейна. Зона бассейна – она практически сразу. То есть ты переступаешь, ты уже на пляже. То есть как бы в этом плане проблем нет. Никаких там ступенек и так далее нет. Депозит в отеле 500 бат за ночь. Есть русскоговорящий сотрудник. Вот здесь как раз-таки клубные привилегии. Это не только свой лаунж, но скидка на спа, выбор ресторана на завтрак. Его можно менять. Сегодня я хочу в этом ресторане, завтра я хочу в другом прачечной. И там небольшой списочек еще других услуг. В ланай-корпус, соответственно, две категории номера. Это ланай-рум 42 квадратных метра и ланай-пулакс. Это номера, которые расположены на первом этаже с прямым выходом к бассейну. И, соответственно, в этих категориях есть клубные привилегии. В основном корпусе это делюк стартовая категория, кинг-сайз кровать, либо две односпальные. Доп-место, одно сафа. Балкон. Получается, что это в задней стороне самого здания. То есть там виден город, соседние отели. Ну, как бы все, что вокруг отеля, там рядышком есть. Частичный вид на море у боковых номеров, которые смотрят сбоку на море. Executive Club 42 квадратных метра с клубными привилегиями. Это уже балкон с видом на море. Family Room 48 квадратных метров с большой двуспальной и двухъярусной кроватями. Но они здесь стоят в одной комнате. Там можно, грубо говоря, там шторкой закрыть эту двухъярусную кровать. Executive Club Suite 86 квадратных метров. Тут уже, соответственно, просторные. Две спальни, гостиная. Максимальное размещение 4 плюс 2. Хороший отель в северной части. Пляж тоже хороший. Можно купаться. Предлагайте вашим туристам. Дусит Таня Паттайя. Отель относится к известной тайской цепочке Дусит, что гарантирует высокий уровень сервиса и размещения. Отель расположен как раз-таки вот здесь, на стыке севера и центральной части. И прям, если вглубь от моря идти от этого отеля, буквально в 5 минутах будет торговый центр терминал 21. То есть можно совмещать пляжный отдых и шоппинг. Отель сделан в тайском колониальном стиле. Состоит из одного восьмиэтажного здания с тремя крыльями. И вот посерединке, там где как раз находится ресепшн, у них чудесный зимний сад с разными тропическими растениями. Реноваться была в 2019 году, но чуть-чуть они подделывают номера в низкий сезон. Два открытых бассейна с морской водой. Пляж первая линия, но опять же на пляже нельзя ставить лежаки-зонты. Все они стоят, соответственно, у территории бассейна. Немножечко там такой спуск идет к пляжу, но как бы особых подъемов нет. Для детей два детских бассейна, детский клуб, анимации никакой нет. В принципе, из всех отелей, которые мы смотрели, есть детские клубы с активными программами, но прям анимация только в центаре. СПА, 11 конференц-залов при отеле, депозит 3000 бат за номер. Здесь можно как наличными, так и, соответственно, блокируются на карте. Основные категории делюкс, 40 квадратных метров, кинг, либо кровать твин, балкон с видом на сад, бассейн, соседнее здание. Данные категории только идут с ваннами. Премиум гарден вью, либо премиум сивью, тоже 40 квадратных метров, но здесь уже, соответственно, с балкона вид на сад или море. Клаб-рум 40 квадратных метров, это вид на море, клубные привилегии, и в данной категории возможно размещение только двоих взрослых, доп. кровать не ставится. Клаб-грант-рум 80 квадратных метров, спальня с зоной гостиной, тоже это получается, что одна большая комната, там небольшая такая перегородочка есть, но не закрывается. И большой балкон с шезлонгами и видом на море, также клубные привилегии. Следующий отель Cape Dora Resort, мы в данном отеле жили, он понравился практически всей группе, потому что, ну, шикарный, хороший отель, с современными стильными номерами, отличный панорамный вид на весь залив, то есть основное здание, оно 26, да, 26 этажей. Есть еще дополнительный корпус, он прям стоит на море, бич-фронт-билдинг, и трехэтажная вилла. Последняя реконструкция была в 2019 году, но опять же, так же, как и все отели, они по чуть-чуть подделывают в низкий сезон. В отеле два открытых бассейна с морской водой, один находится на уровне ресепшн, второй находится ниже на уровне моря. Там между, получается, ресепшн, бассейном и морем буквально, ну, наверное, три пролета по 5-7 ступенечек, то есть такой сначала влево, потом вправо, немножечко такой спуск есть. Если у кого-то там проблемы с ногами, ну, наверное, лучше не его рекомендовать, а вот предыдущие отели. Но отель шикарный, бассейны все инфинити, особенно которые на пляже. Ты лежишь в бассейне, вот перед тобой пляж и море. Соответственно, при отеле несколько баров, ресторанов с разной кухней, есть русскоговорящий представитель в отеле. Можно, соответственно, записаться на уроки китайской кухни, отличный спа, конференц-залы для детишек. Это своя зона в бассейне, детский клуб по запросу няня платно. При отеле, соответственно, в ресторанах можно заказать детское меню, в том числе и совсем для маленьких, для инфантиков. То есть какие-то пюрешки тоже можно местные. Ну, конечно, кто едет с маленькими детьми, в основном берут с собой. Но, если что, знайте, что в данном отеле тоже для детишек совсем маленьких есть питание. Детские кроватки, горшки по запросу. Пляж первая линия, ну, как уже сказала, там небольшой спуск есть. Пляж хороший, мы купались, море. Там есть камень, но при входе ты видишь, вот в одном месте камень, немножечко еще около него камушков, а так вход песок вполне комфортно. Депозит либо наличными, либо даже, ну, кредитная карта они не блокируют, а просто копию с кредитной карты снимают. То есть деньги не блокируются. В данном отеле большое тоже количество различных категорий. Стартовая, делюкс, все, в принципе, основные категории, они раскиданы по всем этажам отеля. Кровати дабл, либо твин, доп-место, раскладная кровать. Делюкс-корнер, он, соответственно, побольше, это угловые номера, будет просто чуть-чуть попросторнее. Делюкс-террас 56 квадратных метров. Данная категория отличается, что у предыдущих категории балкончик, где стоят просто стульчики, столик, то у этой категории большая терраса, на которой прям стоят шезлонги. Дорады люкс, 43 квадратных метров, соответственно, джакузи с панорамным видом. Вот здесь на слайде, на одном из фото как раз видно. То есть она не на балконе стоит, она за стеклом в самой ванной комнате, но можно лежать и наблюдать прекрасные виды на Паттайю. Junior Family Suite 85 квадратных метров. Это спальня и гостиная. Вот данная категория единственная на определенных этажах. Доп-место в гостиной круглая кровать. То есть если без детей вдруг берут данную категорию, то это просто зона для отдыха. Если с детьми, то это круглую кровать, они застилают, и в принципе это добротное, такое хорошее спальное место для двоих детей. Дорады люкс, 53 квадратных метров. Это однокомнатный номер, спальня, зона гостиной и длинный балкон. Family Suite 2 bedroom 122 квадратных метра. Две спальни плюс гостиная и две ванные комнаты. И вот с данной категории идут клубные привилегии. В Beachfront Building, соответственно, там две категории номеров. Это дара Beachfront на вторых и третьих этажах и дара Private Pool на первом этаже. То есть, соответственно, там идет двуспальная кровать, можно дополнительное место, раскладная кровать. На вторых и третьих этажах джакузи на балконе. На первом этаже, соответственно, небольшой собственный бассейн. И у данных категорий есть клубные привилегии. Есть еще у данного отеля вилла, но на российский рынок она не идет, поэтому не буду на ней останавливаться. Идем дальше. Grand Center Point Space Pattaya. Новый отель в космическом стиле. Это просто, мне кажется, что взрослый, что ребенок туда попадет и не захочет оттуда вообще никогда выходить, выезжать. Комплекс отеля состоит из огромного многообразия современных элементов в стиле открытого космоса. Все, что вы знаете, смотрели в фильмах про космос, там все воплощено. Там огромная интерактивная стена 88 квадратных метров, где там можно загрузить фотографию, и там космонавтики с твоим лицом будут летать, можно ими управлять, прыгать, бегать. Огромный аквапарк Space Water Park. Он раскидан по всей территории вокруг самого здания отеля. Он разделен на четыре тематических зоны. Соответственно, там можно покататься на огромных горках, зайти в ленивую реку, расслабиться на золотом песке экзотического пляжа космических пиратов. Одна из зон, но она действительно сделана как натуральный пляж. То есть, если не смотреть наверх, а посмотреть на воду, там искусственная волна, ну такая, то есть вода вот так вот волнится, так скажем, не искусственная волна, на которой катаются, а просто идет волнистость. И насыпан песок, и ты смотришь вниз, и это ничем не отличается, в принципе, от моря. То есть, там стоят лежаки, можно лежать, отдыхать. На крыше отеля отличный скайпул, бассейн с панорамным видом на весь залив, на всю Паттайю. Соответственно, там же на последнем этаже находится Let's Relax Onsen Spa. Там располагаются горячие источники, вот в Японии, Onsen, они называются Onsen, вот, по типу этого, то есть там много различных ванн с разными температурами, то есть спа шикарный. Соответственно, при отеле несколько баров, ресторанов, по территории раскиданы различные фудкорты. Главная фишка еще для детей – это игровой комплекс Astro Club, оформленный в виде космического корабля, то есть там отдельное здание. На первом этаже это для малышей развлечения различные, это мини-клуб с нянями и так далее. На втором этаже это развлечение уже для подростков и взрослых. Там все виды игр и компьютерных, и PlayStation, это и мотоциклы, и какие-то машинки, и VR-очки. То есть там есть все. Мне кажется, если дети туда попадают, у них случается шок, и вытащить их оттуда невозможно. Особо останавливаться на категориях номеров не буду. У них есть стартовая, соответственно, однокомнатные номера Deluxe, Club Deluxe, и есть различные сьюты. Интерьер отличный, все новенькое, звездное небо во всех номерах, управление в основном все на пульте управления, там шторы, телевизор, ну, все как бы по современным технологиям сделано. Еще у них фишка. За каждую ночь, за каждую категорию номера начисляются токены, монеты. Deluxe, начиная от пяти монет, чем категория выше, там больше, там в среднем до десяти монет за номер. И данные монеты туристы, их дети могут потратить на, соответственно, развлечения, на питание, на какую-то сувенирную продукцию, потому что ее там тоже очень много, она по всему отелю. Вот. Ну, отель отличный, то есть для туристов, которые, может быть, ну, как бы жить всю продолжительность, наверное, в данном отеле будет, наверное, тяжело, то есть шум, гам, ну, и плюс еще там очень много китайских туристов, ну, там действительно очень шумно. А совместить, допустим, отдых на юге Паттайи и переехать потом, допустим, сюда, либо наоборот поменяться для шопинга, соответственно, терминал 21 рядышком, другие торговые центры, дети развлекаются, родители шопятся, либо в спа отмокают, в общем, вариант отличный. Следующий отель – Интерконтиненталь Паттайя. Один из самых роскошных отелей в Паттайе. Стильные номера, большой бассейн лагунного типа, широкий спектр услуг и высокий уровень сервиса. Находится отель уже в южной части Протамнак. Единственный, наверное, минус у данного отеля – это то, что, так как он находится на мысе, соответственно, территория ступенчатая. Здесь действительно придется походить вверх-вниз, но у них же опять есть баги. Если с пляжа лениво возвращаться куда-то к ресепшену на основной территории, то можно всегда вызвать баги, за вами приедут и отвезут. Отель состоит из четырех зданий разноэтажности. Десяти двухэтажных корпусов павильон. В каждом, соответственно, здании павильон четыре всего номера. Два на первом этаже и два на втором. И также на территории отеля есть всего две виллы. Они стоят на первой линии, и их всего две. Последняя реновация была в 2022 году. На территории три открытых бассейна, несколько ресторанов. Тоже хороший спа-центр. Для детишек своя зона в бассейне, детский клуб. В течение дня от отеля курсирует бесплатный автобус до центра фестиваля Паттайя. Соответственно, можно жить в районе чуть-чуть потише, но шоппинг всегда будет тоже под рукой. Пляж первая линия, платформа, спуск в море по ступенькам. Там несколько спусков есть. Спуски, ну, не самые удобные, скажу так. Но пляжная линия сделана очень хорошо. Там привозной насыпной песочек, он прям как мука, очень приятный. В отеле также есть депозит. 2000 бат за номер за ночь. Основные категории – резорт классе Garden View, либо Ocean View. Это, соответственно, основное здание твина, либо дабл, вид на сад или море. Возможно, одна доп-кровать. Family Garden View, либо Ocean View. Также в основных корпусах 51 квадратный метр, две двуспальные кровати. То есть номер чуть побольше по площади и кровать дабл-дабл. Пул террас, рум 57 квадратных метров, вид на бассейн и терраса с шезлонгами. Club Intercontinental Tropical, либо Pool, либо Ocean Terrace Suite. Вот эти уже категории, они находятся в павильонах. 77 квадратных метров, спальня с зоной гостиной, терраса для отдыха, вид на бассейн, сад, бассейн, море, смотря, какую категорию туристы бронируют. И у данной категории, соответственно, клубные привилегии. Клубные привилегии, как я ранее говорила, как и во всех других отелях, в основном это лаунж. Поступил вопрос. Скажите, пожалуйста, отливы в Паттайе есть и в какое время? Ну, смотрите, приливы, отливы все же есть. Но если сравнивать с островами, то они здесь менее выражены. То есть, когда мы жили в Кейп-Дара, там получается вот такой камень при входе в море. И когда море уходило, оно уходило максимум шагов на пять. То есть чуть-чуть уходило. Если сравнивать с Пхукетом, то там все-таки приливы, отливы более выражены. В Паттайе не будет проблем с морем. Переходим к следующему отелю. Кози Бич отель. В большинстве случаев он продается как четыре звезды, но можно сказать, что он и три звезды тоже. В Таиланде, в принципе, нет четкой градации по звездности, и поэтому отели многие себе назначают на звезду больше. Данный отель популярен для семейного отдыха. Хорошее соотношение именно цены и качества. В пешей доступности от отеля большое количество всяких кафе, магазинов. То есть это регион Протомнак, где как раз-таки пользуются популярностью у русских. Много кафе с русским меню. И хороший вариант для семейного отдыха. Отель представляет собой комплекс из четырех зданий. Основной корпус Гранд Винг, он 14 этажей, показано на фото. Есть еще Кози Винг, четыре этажа. Вот в Кози Винг расположены только категории стандарт. Они без балконов. Вид из окна на стену прямо соседнего здания. То есть там даже особого пространства нет. То есть данную категорию вообще, в принципе, лучше не рекомендовать, либо рекомендовать бюджетному туристу, который говорит, что мне все равно, где ночевать, мне не нужен никакой вид из окна, мне нужно вот улететь в такую-то сумму. Тогда да. И в данной категории только раздельные кровати. Молодежи подойдет тоже. Кто едет по вечеринкам ходить, в принципе, можно и стандарт предлагать. В основном корпусе Гранд Винг, 14 этажей, там уже, соответственно, идут супериоры. Супериор, либо супериор Сивью, стартовая категория, это 30 квадратных метров. На всех этажах расположены. Также в данной категории только две раздельные кровати. Ну, балкон уже имеется с видом либо на город, либо на море. Супериор Фэмили и Супериор Фэмили Сивью – все то же самое, только кровати дабл-дабл для размещения семей. Так, живет на город, либо на море. Делюкс. Есть еще, соответственно, у данного отеля два корпуса Оушен Винг. Каждый из них по 7 этажей. У данных корпусов есть свой бассейн и свой ресторан для завтраков. Но Оушен Винг также может пользоваться и территорией основной части – Гранд Винг. А вот те, кто живут в Гранд Винг, они в Оушен Винг уже ходить не могут. И в этих корпусах Оушен Винг там основные категории стартовый – Делюкс. Две на спальной кровати вид с балкона без вида. И Делюкс Сайд Сивью – Оушен Фронт. 40 квадратных метров, соответственно, отличается только видом, боковой вид на море, либо прямой вид на море. У данного отеля реновация была в 2007 году в Козий Винг. То есть вот эти стандарты, они прям совсем-совсем старенькие. В 2020 году Гранд Винг. И сейчас, когда мы были в рекламном туре, они реновируют потихонечку два верхних этажа – 12 и 14 этаж. И там, соответственно, уже будет категория называться не Супериоры, а Премьер. Премьер, Оушен Вью, либо просто Премьер у них на заднюю часть, на вид на город. У каждого корпуса свой бассейн, свой ресторан. Как сказала, Оушен могут пользоваться всем, другие только своим. Общественный пляж через дорогу, лежаки, зонты за дополнительную плату. Но дорога, она не активная, то есть переходить ее как бы несложно. Для детей детский бассейн, детское меню, стульчики. И в данном отеле как раз-таки депозита нет. Цена-качество, опять же, хорошее. Для семей с детьми хорошее. Вокруг много всего. Но и, по сути, это не центральная часть, не так шумно. Поэтому хороший, довольно-таки бюджетный отель. Следующий отель Ботани Бич, он расположен в самой южной части пляжа Джамтьен, в уединенном тихом месте, на берегу моря. Размещение предлагается в двух трехэтажных корпусах и в одноэтажных бунгало. Также у них есть еще территория вилл. На первой линии стоит как раз-таки вот главное здание бунгало, бассейн, ресторанчики, пляж. А если в другую сторону смотреть, то там уже будет территория вилл. У вилл тоже есть свой бассейн, свой ресторан, но, соответственно, они пользуются всей территорией спокойно. Подходит для семейного отдыха. Большая зеленая территория. Птицы летают, есть загон с черепахами большими, всякие рыбки плавают, там мини-прудики. То есть для такого более уединенного отдыха, семейного, очень хорошо подходит. Два открытых бассейна, два ресторана, один на берегу. Там по вечерам бывает живая музыка, есть просто музыкальные какие-то вечера, включают ненавяжущую музыку. Для детей своя зона в бассейне, большая детская площадка. Пляж хороший. Рядом единственное, что есть яхт-клуб. Он, получается, огорожен камнями, но как бы там прямо по пляжу, где туристы купаются, там яхты, лодки, они не плавают. То есть он все-таки огорожен, и все яхты, они больше туда, наоборот, в сторону от отеля плавают. Пляжик хороший, мне понравилось. То есть водичка прозрачная, песочек беленький, ну не прямо белый-белый, это желтый-беловатый, симпатичный. В основном корпусе категория супериор, 32 квадратных метра, вид на сад, море, балкон или терраса, кровати кинг или твин, одно-доп-место можно поставить. Бунгало по бокам раскиданы от главного корпуса. Получается, они все одноэтажные, и в одном бунгало располагаются два номера. То есть одно крыльцо-вход, и две двери входные уже в номера. Кровать кинг или твин, также одно дополнительное место, вид на сад или бассейн. Вопрос, лучше в корпусе или в бунгало номера? Ну, номера в корпусе, наверное, знаете, как скажу, в бунгало там больше отделки деревянной, и поэтому ремонт там одинаковый, не сильно старо, но и не ново, так скажу. Деревянная отделка, поэтому в бунгало больше такой вот какой-то тайско-деревенский стиль, а номера, они просто номера. На территории вилл, соответственно, располагаются виллы, 32 квадратных метра, они в тайском стиле, кровати только кинг, душ и ванная, балкон или терраса, вид на сад или бассейн. Можно поставить одно дополнительное место. Вопрос поступил. Есть ли инфраструктура рядом? Рядом можно выйти и найти в пешей доступности минут в десяти пару кафешек. Особо выйти некуда. Но такие отели, которые уединенные и которые будут еще дальше, вот как раз я буду рассказывать, на Джамтиен, откуда некуда выйти. Там еще рядом с этим отелем в бок тоже есть пару отелей, то есть можно пройти на территорию другого отеля и там покушать. Прям совсем в город, наверное, нет смысла. И плюс таких отелей, что у них в кафе и ресторанах не завышены цены. То есть если посмотреть цены в отелях, которые в северной части и Протамнак, то там при отеле будет ценник, ну, наверное, умноженный на три, как ты можешь сходить в кафе. То при данных отелях ценник очень комфортный, он не будет бить по карману. И опять же, они понимают, что туристам особо некуда деться. У них с разнообразной кухней. Вот можно перейти к следующему отелю. Sea Sand Sand Resort & Villas. У них тоже всего лишь, сколько у них там? У них, по-моему, один ресторан и одно кафе. Но ресторан у них и тайская, и международная, и там же и русская кухня. То есть они готовят по максимуму, чтобы туристам тоже было из чего выбрать. Замечательный отель Sea Sand Sand Resort & Villas. Это уже, получается, пригород Паттайи, пляж на Джамтиен. Территория отеля утопает в зелени тропического парка. Вытянута территория. В основном различные виллы, сьюты. И все это так раскидано, уединенно, очень тихо, спокойно. Отличный просто тропический сад, можно так сказать. Потому что там деревья, которым там за 200, за 300 лет. Есть какие-то огороженные, там таблички висят аккуратно. Это охраняемое и так далее. Размещение предлагается в небольших двухэтажных корпусах и отдельно расположенных одноэтажных виллах. Открытый бассейн, спа, ресторан. Для детишек бассейн, кроватки, детское меню, няни. Соответственно, отель стоит на первой линии. Собственная зона общественного пляжа. Здесь, соответственно, уже стоят лежаки-зонты. И, соответственно, бесплатно ими можно пользоваться. Депозит в отеле есть. 1000 бат, либо 200 долларов за период. То есть довольно-таки не конский. Категория номеров. Garden Boutique. Это отдельный такой небольшой корпус всего на 6 номеров. Garden Boutique 55 квадратных метров. Это однокомнатные номера, очень просторные. Балкон или терраса. И одно место можно поставить раскладная кровать. Deluxe Pavilion 120 квадратных метров. Спальня с гостиной зоной. Балкон, терраса. Просторная ванна. Deluxe Pavilion они такие, они огорожены. То есть там по два, по три номера в каждом таком небольшом корпусе. Garden Villa. Это уже отдельно стоящая вилла. 55 квадратных метров. С террасой. У них, получается, за заборчиком. То есть уединенная такая вилла. Очень симпатичная. Garden Suite with Jacuzzi. 200 квадратных метров. Спальня с зоной гостиной. Ванна, душ, душ на улице. Также выход в огороженный мини-сад, но уже со своим бассейном под открытым небом. Также там зона на улице довольно-таки просторная. Лежаки. Можно лежать, загорать. Очень и очень комфортно. Отельчик очень симпатичный. Очень симпатичные виллы. Но единственное, что у них не так уж много вообще номерного фонда. То есть лучше бронировать, предлагать туристам бронировать заранее. Andas Pattaya Jamtien Beach. Это новый отель на пляже также на Jamtien. Соответственно, он отдален от основного города Паттайи. В стиле северного Таиланда Чангмай. То есть это визуализация таких рисовых полей. Все здания невысокой постройки. Два-три этажа. Отличный отель для путешественников, которые хотят уединения, но и воссоединиться с природой Таиланда. Отель шикарный. Размещение в номерах как раз в двух-трехэтажных шале, сьютах и виллах. На территории четыре ресторана, несколько баров. Есть чайный дом, которому около 150 лет. Который стоял, соответственно, на севере в Чангмай. Его разобрали, привезли в этот отель, собрали. То есть, соответственно, там различные чайные дегустации проходят. Там очень большое количество различных чаев. Можно ходить каждый день и не повторяться. Три открытых бассейна с морской водой, детская зона с горками, фитнес-центр. Для взрослых там и для взрослых, и для детей на каждый день есть расписание. Причем есть платные занятия, есть и бесплатные. То есть, для взрослых это всякие йоги, медитации, тайский бокс. Для детишек в основном что-то такое более спокойное. Это оригами, рисование, всякие подделки они делают. Уроки приготовления различной еды. Ну и вообще, в принципе, атмосфера, она очень спокойная. Кто хочет высоединиться с собой, с природой и вообще релакснуть по полной. Пляж первой линии. Лежаки, зонты также стоят на территории пляжами. Можно пользоваться бесплатно. Депозит в отеле 2500 бат за ночь. Категории номеров King либо Twin, Garden View либо Pool View. Просторные номера, 50 квадратных метров, двуспальные либо односпальные кровати. Видносад или бассейн, ванна и тропический душ. Roof Garden. Это, соответственно, номера, которые расположены на третьем этаже в этих корпусах. И у него высокий потолок. Около 4 метров, и то есть пространство становится еще больше. Вид у них на сад. Lagoon Access. Это, соответственно, первые этажи 50 квадратных метров. С прямым выходом в лагуну бассейн. И также еще довольно-таки просторная терраска имеется. Deluxe Garden View Lagoon Access. 60 квадратных метров. Это более просторные номера. Первые этажи с выходом в мини-сад. Либо в бассейн-лагуну. Garden View Suite. 70 уже квадратных метров. В двухэтажных шале на втором этаже спальни и гостиная. Просторный балкон с видом на сад. И Private Pool Suite. Это, соответственно, номера на первом этаже с собственным бассейном. Отель новый. Все шикарно. Можно предлагать под своего туриста. Это вполне хороший вариант. Вопрос. Номера. Где спальня и гостиная? Какое размещение? Что с доп-кроватями? Где спальня и гостиная? Так, что-то запуталось. Спальня и гостиная Garden View Suite. Вообще, в принципе, в однокомнатных номерах обычно в Тае ставится одно доп-место. То есть в однокомнатных номерах можно разместить двое взрослых. Ребенок на доп-месте, ребенок без места. Причем ребенок без места у разных отелей разная возрастная категория. Но бывает такое, что даже до 12 лет ребенок может размещаться без места спить с родителями. Соответственно, однокомнатные номера Family, которые имеют кровати Double-Double, здесь уже у всех полноценное спальное место. 2 плюс 2, даже в некоторые отели разрешают 2 плюс 3, один ребенок спит с родителями. Если это двухкомнатные номера, тоже зависит 2-bedroom. 2-bedroom, соответственно, 2 спальни и гостиная. Либо если это одна спальня и гостиная, то это обычно тоже все равно 2 плюс 2 максимум. То есть в гостиной максимально либо ставят два доп-места, либо одно. И, соответственно, туристы могут разместиться, родители с ребенком без места в спальне, а в гостиной еще один ребенок. Но, в принципе, 2 плюс 2, 2 плюс 3, то есть зависит от отеля. Но тайцы, они готовы впихнуть всех в один номер. У них у всех номера очень большие, но они ставят почему-то в них одно доп-место только. Так, что-то презентация зависла. Вам видна сейчас презентация? Презентация? Вот, вернулась. Видно? Отлично. У меня немного зависло. Так как у нас по отелям Паттайи на этом закончим, так как у нас 4 принимающих компании, это нам дает большое преимущество, что, соответственно, мы у каждой компании берем лучшие цены. То есть у всех принимающих какие-то есть сильные, есть слабые стороны, хорошие договоренности с одними отелями, у других с другими. Соответственно, мы выходим на рынок с очень хорошими ценами. Наши цены публикуются как на слетать, так же и на турвизоре, только отдельно цены на отеле, так же цены с перелетом ГДС. Поэтому смотрите, так же мы можем делать цены под запрос. То есть, допустим, вы видите цену у какого-то туроператора ниже, вы можете нам написать, мы уточним, согласуем с принимающей компанией, потому что мы с ними активно работаем. Очень часто бывает такое, что и снижают цены на какие-то отели по запросу. То есть не стесняйтесь, обращайтесь, мы всегда всем поможем. Давайте перейдем на вторую часть. Остров Пхукет. Визитная карточка острова. У меня опять подвисла презентация. Загрузилась. Визитная карточка в остров Пхукет – это, конечно, его пляжи, которые посещают тысячи туристов ежегодно. Основные пляжи я указала на слайде. Давайте по ним пройдемся. И потом также пройдемся по отельной базе с севера, грубо говоря, на юг. Пляж Майкрау – это пляж, который известен тем, что здесь очень низко пролетают самолеты прямо над головой. Туристы очень любят делать фотографии с этими самолетами. Песок здесь крупнее, чем на других пляжах. Заход в воду чаще риски. Иногда бывают сильные волны вне сезона. В сезон там все комфортно, поэтому можете предлагать туристам. Инфраструктура не развита. Мало мест, где можно поесть, или магазинов пешей доступности. Да, действительно, на пляже Майкау пустынные пляжи, нету каких-то кафе. Есть единственный Turtle Village. Это небольшой торговый центр, в котором, соответственно, есть магазинчики, какие-то кафешечки. То есть до него можно дойти пешочком. Вот как раз я буду рассказывать на этом пляже про один отель. Он находится рядом с этим Turtle Village. Вопрос в чат. Поступил сезон. Это с какого месяца? На Пхукете считается, что сезон с ноября в среднем по апрель. Но, опять же, ноябрь еще, наверное, могут быть дожди. То есть к декабру, наверное, уже получше становится. И влажность повышена. То есть за счет этих дождей очень высокая влажность. И бывает такое, что нужно в любом случае в отелях включать кондиционеры, иначе вещи не будут сохнуть. Но с декабря уже наступает более комфортная температура, поэтому не переживаем. Следующий пляж Бангтао в переводе означает лагуна. На пляже много естественной тени от массивов деревьев, мелкий песок и пологий спуск в воду. Большие волны бывают редко даже вне сезона, поэтому этот пляж часто выбирают для отдыха с детьми. Много пятизвездочных отелей. На самом пляже инфраструктура скудная. Есть пару кафе и баров, но в основном все сосредоточено в самих отелях. По поводу пляжа лагуна и отеля лагуны, сразу скажу общую информацию. Все отели пользуются всей инфраструктурой всех близлежащих отелей. Рядом со своим, имеется в виду. Там по территории ходят бесплатные автобусы. Вы можете из одного отеля не пешком идти, доехать на автобусе. Соответственно, вы хотите пойти в какой-нибудь ресторан, именно в одном из других отелей. Либо в спа. Соответственно, все эти услуги, и питание, и какие-то спа, и развлечения, они платные. Поэтому туристы все легко передвигаются по территориям всех близлежащих отелей в лагуне и пользуются тем, соответственно, чем хотят, но расплачиваются, соответственно, там на месте наличными, либо картой. Соответственно, бесплатный шаттл по территории лагуны есть. Еще по лагуне, соответственно, ходит бесплатный шаттл-лодка. Некоторые отели удалены от пляжа, соответственно, лодка довозит до пляжа. Ну и помимо этого, можно просто на этой лодке покататься, посмотреть на виды прекрасно открывающиеся. Соответственно, наверное, вот общее такое по лагуне, наверное, все. Следующий пляж Камала – тихо-уютная бухта с красивым пляжем. Отели здесь расположены на самом пляже и оденны лишь тротуаром. Дороги, машины не ездят, развита инфраструктура, много кафешек на пляжной линии и магазин, и там буквально чуть-чуть пройтись 7-11, все-все под рукой. Множество кафе и магазинов, как я уже сказала. Есть пляжный бич-клаб кафе Дель Мар, который известен, что там даже российские звезды иногда выступают. Там, соответственно, проходят вечеринки, фаер-шоу, кальяны можно покурить. Ну, в общем, известное кафе на Пхукете. Пляж Патонг – самый популярный пляж у молодежи Банглароуд. Это аналог Волкинг-стрит в Паттайе, но чуть поменьше. Всего 300 метров, но развлечений там как бы хоть отбавляй. Те, кто любит клубы-бары, скучно не будет. Отели от пляжа отделены автомобильной дорогой. Отелей с прямым выходом к морю, к сожалению, нет. Вопрос. До пляжа Карен как допираются из Пхукета? Не совсем поняла вопрос. Из старого города Пхукеттаун? Из аэропорта. Ну, из аэропорта можно заказать трансфер у принимающей компании, на которой, соответственно, бронируется отель. Плюс развита система такси. Вначале я говорила, что можно, ну, туристам рекомендовать установить приложение InDrive, либо Bolt, и, соответственно, можно экономить в них на вызов такси. Нужна местная сим-карта для этого. Вы устанавливаете приложение и, соответственно, ставите точку, где вы находитесь, точку, куда вы хотите, и поставите, что наличными деньгами, соответственно, будете расплачиваться. Соответственно, такси приедет, и оно будет бюджетнее, ну, может быть, в полтора раза точно, чем просто ловить такси на улице. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Следующий пляж Карен. Отель и море разделяет дорога, проезжая часть. Только у нескольких отелей нет дороги. Прямой выход на пляж есть у Центары Гранд Бич Резорт Пхукет, Бионд Резорт Карен, это отель только для взрослых, и Марина Пхукет Резорт. Пляжная полоса протяженная, широкая, пологий заход в море, с ноября по март нет волн, инфраструктура развита, множество магазинов, ресторанов, аптек, массажных салонов и так далее. Следующий пляж Ката очень популярен у всех туристов любых стран, здесь всегда толпы туристов. Очень развита инфраструктура, огромное количество баров, ресторанов, кафе, магазинов. Пляжная полоса протяженная, широкая, пологий заход в море, но выход к самому морю через дорогу и вход на пляж по Центру ограничен из-за гостиницы Клаб Мед Пхукет. У него большая территория и он огорожен забором. И получается, если у вас отель в середине пляжа Карен, то есть вам нужно будет обходить, потому что посередине расположен Клаб Мед. Еще пляж небольшой Ката Ной, это продолжение пляжа Ката, но южнее. Это маленькая уютная бухта, большая часть которого занимает отель Ката Тани, известный, в который все хотят попасть. Ну что ж, перейдем к отельной базе. Первый отель у нас, извините, у меня все подзависает. Пока у меня загружается презентация, отвечу на вопрос. На Каулак не ездили? Нет, к сожалению, не ездили. И так, в принципе, у нас был рекламный тур на 10 дней и 4 ночи в Паттайе, 5 ночей на Пхукете. Было за это время очень сложно большое количество информации получить, посмотреть отели. То есть я вам рассказываю только часть отелей, мы, в принципе, посмотрели еще дополнительную часть. Я решила, что в презентации это все невозможно включить. Поэтому время было ограничено, плюс какие-то экскурсии нам хотели показать, плюс свободное время, один день нам дали, поэтому все невозможно включить. Вопрос, в каких отелях Пхукета жили? Мы жили одну ночь в Интерконтиненталь. Я по презентации до него дойду. Потом мы жили две ночи в Методи Элит. Это как раз на Кате. И последние две ночи в Леймириден. Напишите, пожалуйста, у вас загрузилась презентация, потому что у меня не грузится. У вас загрузилась. А у меня она почему-то не хочет загружаться. Ну что ж, первый отель у нас JW Marriott. Отличный вариант для отдыха с детьми. Отель предлагает широкий выбор спортивных развлечений, детский бассейн с горками, большой детский клуб. Для больших групп и компаний подходит. Также можно рекомендовать, так как персонал отеля поможет организовать конференции, какие-то торжественные мероприятия. На территории отеля живописные террасы, красивые бассейны, рестораны с национальной европейской кухней. Один из лучших спа-центров в Азии. Уютные лаунжи, бары на берегу и у бассейна. Рядом как раз-таки вот этот Turtle Village, куда можно выйти. Есть барчики, ресторанчики, какие-то магазинчики. То есть в принципе, но здесь территория отеля очень большая. Так, все-таки попробую загрузить презентацию, почему она у меня не грузится. Территория отеля очень большая, и эта территория стоит в национальном парке. Там, соответственно, есть центр для черепашек. То есть у них есть месяц, когда, соответственно, они приплывают, откладывают яйца, и сотрудники этого национального парка помогают им, соответственно, вылупиться, чтобы туристы не мешали и так далее. Территория очень красивая, зеленая. Сам отель представляет собой одно соединенное трехэтажное здание, и имеется два крыла, северное крыло и южное крыло. И между ними получается такой двухэтажный лобби, и дальше там пошли бассейны, бассейны, бассейны. И, грубо говоря, зона отеля разделена на две части для того, чтобы одну часть они сделали спокойной. То есть там в основном размещают взрослых, какие-то пары без детей. А вторая часть, южная, здесь как раз уже селят с детишками, здесь шумно, здесь всякие еще как раз там теннисные корты, какие-то развлечения. То есть на этой части отеля будет чуть-чуть пошумнее. Отель предлагает широкие возможности для занятий спортом. Это теннис и гольф, и волейбол, и серфинг, и можно велосипеды снять. И, в общем, скучно не будет никогда. Пляж первой линии, соответственно, лежаки ставить нельзя. Они стоят на травке, граничив с самим пляжем, что тоже, в принципе, удобно. Депозит 3000 бат за ночь, либо 100 долларов, либо снимают слип с кредитки. Ходит автобус до пляжа Патонг, до центра города и до торгового центра фестиваль. По расписанию платно, в среднем 100 бат с человека. Вопрос. Спасибо, я хотела спросить про Краби, перепуталась Карен. Ну, смотрите, Краби, соответственно, в провинции Крабим есть свой аэропорт. Он не международный, он, получается, для внутренних рейсов. То есть можно прилететь в Бангкок и внутренним рейсом из Бангкока долететь до Краби. Либо можно прилететь на Пхукет. В Пхукет, Краби, наверное, вряд ли есть рейсы, потому что это близко. И дальше с Пхукет на трансфере добраться до Краби. Вариант зависит от того, куда прилетают туристы. Категория номеров в JW Marriott Deluxe Garden стартовая, расположена на втором и третьем этажах в трехэтажных корпусах с двух сторон с обеих. В номере есть зона сала для отдыха, которую можно использовать как спальное место для детей. То есть там при выходе на балкончик такое углубление, и там мягкая кровать. То есть ее, если есть дети, застилают, и это служит спальным местом. Если детей нет, то это просто зона отдыха днем дополнительная. Балкон с видом на сад. Deluxe Terrace, соответственно, 47 квадратных метров. Это просто все то же самое, только первый этаж. И имеется террас с шезлонгами и выходом в сад. Deluxe Pool Terrace, либо Sea View, все то же самое, отличается только видом. Соответственно, вид на бассейн, либо вид на море. Ocean Front One Bedroom Suite, 98 квадратных метров. Спальня с гостиной, большая комната, гардеробная. И терраса 71 квадратный метр с шезлонгами и джакузи. То есть это огромная площадь. Спальня, гостиная зона, там все тоже в одной комнате. То есть, ну, очень просторно. Так, следующий отель. Переходим уже как раз-таки на пляж Бангтао, Лагуна. И первый отель – это Ангсана, Лагуна, Пхукет. Территория отеля с трех сторон омывается водами пресноводной лагуны, а с четвертой стороны – море. Пляж, точнее, отель оформлен в классическом стиле с элементами тайского декора. Можно рекомендовать как для семейного отдыха, так и для отдыха без детей. Территория очень большая. Состоит из одного пятиэтажного корпуса, четырех дополнительных зданий и вилл. Последняя реконструкция была в 2013 году. Когда мы сейчас смотрели, частично была реконструкция, реновация, точнее, в Лагун Ру. Они сказали, что они вот за низкий сезон и вот заканчивали к этому моменту в сентябре, отреновировали 10%. Остальное, всю остальную, соответственно, часть номерного фонда, они будут постепенно реновировать на протяжении 2024 и 2025 года. Но, ну, как бы даже в нереновированных номерах, номера симпатичные, довольно-таки просто, но очень чисто. Ну, там дальше есть более бюджетные отели. Здесь как бы отель 5 звезд, он свои 5 звезд заслуживает. Вполне симпатичные номера можно предлагать. И его преимущество в том, что у него цена самая стартовая по сравнению со всеми 5-звездочными отелями в Лагуне. То есть, если вы забьете Банг Тау, 5 звезд, то первые 5 звезд – это будет как раз-таки Анксана Лагуна. На территории большое количество ресторанов, баров, есть питание all-inclusive. All-inclusive не рекомендуем брать, потому что вообще, в принципе, по всему Таиланду мы рекомендуем всегда брать на базе завтраков. Потому что даже если берут, не знаю, полупансион, все включено. Это очень большая переплата изначально за питание. Обычно на обед-ужин предлагается закуска и одно основное блюдо. Это все будет приближено к тайской кухне. Они стараются делать не спайси, но у них не всегда это получается. Даже в хороших отелях у них на все включено. Нет шведского стола, нет того разнообразия, которое, допустим, мы любим туристов, которые ездят в Турцию. Поэтому вот эта переплата, она неравнозначна тому, что они получат. Очень много жалоб. И поэтому мы, в принципе, цену убрали на других типах питания, кроме как завтраки. Вопрос. Поскажите, пожалуйста, есть ли насекомые в отеле? Везде, где мы жили, ни разу не столкнулось с насекомыми. Хотя высокая влажность, ну, как бы там, ну, балкон был открыт частенько, даже ночью. Так, по территории отеля можно там кого-то встретить, но в номера никто вроде не забирался. Так, два бассейна с пресной водой, хороший спа-центр на территории. Для детишек бассейн, услуги-няни, детское меню, стульчики-кроватки, мини-клуб неактивный. Бесплатный трансфер по территории, соответственно, комплекса, лагуна на шаттле, либо на лодке. И есть платный шаттл до Патонга. Пляж первая линия. Соответственно, так как территория раскидана, можно до пляжа дойти пешком, можно на лодке. До середины ноября, вот когда мы там были, у них был ремонт пляжной зоны, пляжного бассейна. То есть, в принципе, практически вся пляжная линия, она была закрыта. То есть, маленький кусочек пляжа был. Но они сказали, что вот до ноября они точно доделают, и, по идее, уже должно все работать. Депозит в отеле есть, 1000 бат за ночь. Основные категории – это лагуна-рум, 40 квадратных метров, вид на лагуну или сад, бассейн. Одно доп. место можно поставить в номере. Лагуна-пул-сайт, соответственно, это первый этаж, это терраса с выходом к бассейну. Лагуна-гран-трум, 45 квадратных метров, более просторная спальня. Идет ванная за стеклом со шторкой. В многих, кстати, отелях ванная зона, она за стеклом. Даже один есть отель, где стекло ничем не загораживается. Я потом перейду, расскажу, в каком отеле. Так, вот здесь получается, что... Так, это был грант, вид на лагуну. Лагуна-премьеру, 45 квадратных метров. Здесь небольшая перегородка на пол стены, между зоной с кроватью и зоной с диваном. И диван сделан такой буковкой L, большой, что из этой буковки L можно сделать две кровати. Одна кровать для ребенка и вторая кровать для ребенка. То есть там в полный рост поместится спокойно. Вид на лагуну либо сад. Анксана-ван-бедрум-рум-лофт, 88 квадратных метров. Дети до 12 лет не размещаются в данной категории. Расположены номера над водой. То есть у них получается выход, грубо говоря, из номера, но это такая мини-терраса, которая на сваях стоит уже в самой лагуне, в воде. Также это получается двухуровневый номер. Гостиная на нижнем этаже, спальня на верхнем. Очень симпатично для романтик, там, не знаю, свадебное путешествие. Очень можно рекомендовать. Следующий отель – Дуси Тани, лагуна Пхукет. Это, соответственно, отель хорошего уровня, с высоким уровнем сервиса. Образец тайского гостеприимства – сеть тайская Дусит. В принципе, все, наверное, знают. Можно предлагать также для семьи с детьми, для спокойного отдыха и для отдыха без детей. Территория отеля представляет обширную парковую зону, которая выходит к морю и омывается здесь уже с двух сторон моря. Здесь более, как бы, вся территория более в одном месте размещена. Оформлен в неоколониальном стиле с элементами тайской архитектуры. Состоит из 10 трехэтажных корпусов и комплекса вилл. Вот виллы как раз стоят такие беленькие, на картинке смотрят на лагуну. Реновация была в 2018 году. За это лето они реновировали все общественные зоны частично, точнее, поэтапно. На территории один бассейн, 4 ресторана, бары, спа, различные спортплощадки и виды спорта. Гольф, теннис, волейбол, водные виды спорта, катание на лошадях. Но опять же, то есть спортивными развлечениями туристы могут пользоваться на территориях других отелей. То есть если в этом отеле будет только теннис, волейбол и катание на лошадях, то в другом там будет гольф и так далее. То есть все это распространяется на всю лагуну. Для детишек мини-клуб, для подростков и скаутский клуб, где прям ими занимаются, у них расписание, чем они будут заниматься. Они там какие-то палатки разбивают на территории, какие-то костры жгут. В общем, ну вот прям скаутский лагерь. Детское меню есть, бассейн на услуги няни. Пляж первой линии, огорожен как бы свой кусочек. Лежаки у них стоят там на пляже. Можно пользоваться бесплатно. Депозит 2000 бат за ночь. Можно в данном отеле договориться без депозита. Идут на уступки, есть русскоговорящий представитель на ресепшн. Ну и также трансферы, как и по всей лагуне. Категория стартовой. Deluxe Lagoon View 32 квадратных метра. С первого по третий этаж вид на лагуну. Deluxe Sea View, соответственно, частичный вид на море и сад. Premier Ocean Front, это, соответственно, уже номера с прямым видом на море. Но там за счет деревьев, как бы прямой вид на море, но будут загораживать различные деревья. То есть это не прямо находится корпуса на пляже. Landmark Suite. 64 квадратных метра спальни-гостиная. Два балкона. Клубные привилегии. Прокусила Club Room 2 Seat, тоже с клубными привилегиями. Первый этаж, частичный вид на море. Есть также, соответственно, виллы. Laguna Pool Villa Two Bedroom и Ocean Front Pool Villa Two Bedroom. 292 квадратных метра. Соответственно, они все из двух этажей. Две спальни, две ванные комнаты, гостиная с кухней полноценной. И на крышах собственный бассейн с лежаками. Либо вид на лагуну, либо вид и выход к морю. Очень симпатичные. Ну, души-то они все, как бы, свое качество подтверждают. Следующий отель. Banyan Trip Hooket. Ну, это самый шикарный отель в лагуне. Является обладателем множества престижных международных наград. Недавно был обновлен и оборудован в соответствии с последними тенденциями индустрии гостеприимства. Ну, кому здесь можно рекомендовать? Для самых взыскательных туристов. Соответственно, территория большая. Размещение в различных виллах. Причем виллы есть даже с двумя бассейнами. То есть это в лагуне, на отдельной территории находится вилла, в которой есть перед выходом в лагуну, прямо около воды, большой бассейн. И еще собственный закрытый садик еще с одним бассейном. Большая территория, в зависимости от этого, соответственно, до моря будет 150, либо 750 метров. Большой минус у этого отеля, что у него нет собственного пляжа. И, соответственно, Ангсана Лагуна выделяет им небольшой кусочек своего пляжа. И, соответственно, они пользуются лежаками бесплатно. До пляжа пешком, ну, практически нереально, я думаю, дойти. Можно вызвать баги. Ну, нет, в принципе, реально дойти, но это минут 15-20, наверное, точно идти. Но те, кто размещается в собственных виллах с бассейнами, я думаю, ну, и ходят пешком в том числе, ну, можно баги вызвать. На территории, соответственно, отеля гольф-поля, два бассейна, общих шесть ресторанов, для детишек мини-клуб, няня, своя зона в бассейне. Стартовая категория баньян-пул-вилла, 170 квадратных метров, очень просторная вилла, причем всю зону занимает спальня. И выход в частный бассейн, в частный сад с открытым бассейном. Бассейны, то есть у них начинают от 6 на 3,5 метра, то есть очень просторные. Баньян-лагун-пул-вилла, соответственно, практически те же самые виллы, они находятся впритык к лагуне, и у них вид там открывается такой небольшой на лагуну. Сиренити-пул-вилла 140 квадратных метров, они чуть-чуть поменьше. Как раз сиренити-пул-вилла их достраивали чуть позже. То есть, когда построили все виллы, их потом реновировали, а сиренити их достраивали. Спальня с выходом к бассейну. Есть у этого бассейна зона джакузи. Построена, а вот написано, построена в 2019 году. Сигнача-пул-вилла 270 квадратных метров. Спальня с открытым патио, тайский дворик с садом и бассейном еще больше. 9 на 3,5 метра. Гранд-лагун-пул-вилла тоже большая. Спальня, гостиная с кухней, вид на лагуну, тайский дворик, сад, бассейн. Все шикарно. Сигнача-ту-бэтрум-пул-вилла еще больше. Соответственно, там у них есть еще дальше градации вилл вплоть до дабл-пул-вилла с двумя бассейнами. Ну, виллы шикарные, ремонт хороший, бассейны большие. Вопрос, в смысле нет своего пляжа? Там же все пляжи муниципальные. Пляжи, да, муниципальные, но, в принципе, в лагуне у всех есть свой кусочек, где стоят лежаки. Лежаки там стоят, и, соответственно, ими можно пользоваться бесплатно. И вот все отели, грубо говоря, есть прямой выход к пляжу. У Баньян-3 нужно либо плыть на лодке, либо обходить через другую территорию пляжа и выходить к Ангксане. То есть у них прям своего кусочка пляжа и выхода на пляж нет. Расскажите, пожалуйста, об этом отеле Виндхам Гранд Най Харм Бич. Не смотрели? Не могу ничего сказать. Так, переходим к следующему отелю. Сай Лагуна Пхукет. Это бывший аутриггер. Расположен прямо на берегу. Очень компактная, хорошая территория. То есть с одной стороны пляжа, с другой стороны лагуна. По территории легко можно ходить пешком. Не очень большая она, обширная. Состоит из двух корпусов. Крыло Бич и Крыло Лагун. Вот, когда мы были в рекламном туре, нам показали только Крыло Бич, потому что в Крыле Лагун проводилась реновация. И там номера еще не были готовы, но они сказали, что где-то в середине октября они уже, ну, по идее, они уже запустили. И Крыло Лагун в том числе. На территории три бассейна, три ресторана, для детей своя зона в бассейне, есть горка. Детский клуб с активностями, анимации нет, услуги няни по запросу. Пляж первой линии. Вот, кстати, да, вот здесь вот у них почему-то нельзя ставить лежаки на их части пляжа. Но, так как территория едина с пляжем, то на травке у бассейна лежаки стоят. Депозит 1000 бат за ночь, можно договориться без депозита. Ну, в принципе, данный отель можно рекомендовать спокойно для семейного отдыха. Там детский клуб действительно активный, там все по часам расписано, детям будет очень интересно. Категория номеров, соответственно, Лагун в Крыле Лагун с видом на Лагуну. Первый, второй этаж, балкон или терраса. Дополнительное место для дютишек, это кушетка для отдыха. Ну, грубо говоря, сафа, то есть она не очень большая. Ocean View Balcon, либо террас, 43 квадратных метров. Это уже Крыло Бич с первого по третий этаж. Частичный вид на море. Ocean Front, соответственно, с прямым видом на море. Club Lagoon View, Club Ocean View и Club Ocean Front. Данные номера, соответственно, побольше, 54 квадратных метра. Это третий и четвертый этажи обоих крыльев, соответственно, Лагун в Лагун, все, что Ocean в Ocean. И, соответственно, Club – это клубная зона с клубными привилегиями. Соответственно, лаунжи, все, как и в предыдущих отелях. Панорамный вид на Лагуну, либо на море, клубные привилегии. One Bedroom Suite, Lagoon View, Ocean View, Ocean Front. 120 квадратных метров, спальня и гостиная, то есть они разделены дверью. Балкон или терраса и клубные привилегии. Ну, номера, которые мы смотрели в Крыле Бич. Ремонт, ну, довольно-таки такой, ну, старенький, но, опять же, все очень прилично. Не могу сказать, что здесь ремонт хуже, чем в Ангсане. У Ангсаны больше, наверное, просто как бы не особо, то есть там кровать дерева, пол дерева, стены белые там, или какая-то картиночка висит. Здесь все-таки номера посимпатичнее. Следующий отель – Кассия Пхукет. Самый молодой из отелей «Лагуны», поддерживает современную концепцию во всем, от яркого оформления до технического оснащения. Ну, пожалуй, это один из лучших отелей для семейного отдыха с детьми по приемлемой цене на пляже Бангтау. Плюс их преимущество, что у них во всех категориях номеров есть свои кухни. Причем хороший большой холодильник, есть мини-плита, есть СВЧ с функцией гриль, то есть там можно полноценно готовить, набор посуды есть. И все категории номеров со стартовой – это спальня и гостиная с кухней, соответственно, с межкомнатной дверью. Очень просторная, с десятишками удобно, очень современные, разноцветные, симпатичные, ну, как бы кассии пользуются спросом у туристов. Значит, отель расположен в «Лагуне» через озеро от моря. Размещение предлагается в двух корпусах. Все номера в виде сьютов. Территория не очень большая. Два небольших бассейна, два ресторана. Причем в самом отеле есть магазин, в котором можно, ну, конечно, не все купить, там овощи, фрукты, там не особо у них в магазинах продаются, но что-то перекусить, там, не знаю, туристы, допустим, либо хотят там пиво попить, то есть алкоголь даже продается в этом магазине. То есть магазин прям внутри территории отеля, это очень удобно. Для детей детские клубы с развлекательными программами, это как бы не особо анимация, но детям там было очень весело, они там что-то бегали, что-то искали, то есть там, ну, активненько. Своя зона в бассейне, площадка, детские кроватки, детские горшки, отель предоставляет по запросу. Еще отличие, данный отель размещается с животными аж до 20 килограмм с доплатой, то есть там, если животные поменьше, поменьше доплаты, чем животные больше, тем доплата побольше. Пляж около 400 метров, можно доплыть на лодочке, либо обходить территорию там соседнего отеля, но занимает минут 15 в среднем. И, соответственно, там тоже у них есть свой кусочек на пляже, у них разноцветные зонтики, их зонтики ни с кем не спутаешь. Категория номеров. One bedroom suite 40 квадратных метров, спальня и отдельная гостиная с кухней, вид на сад или парковку. One bedroom water, соответственно, здесь уже будет вид на лагуну. One bedroom loft, это, соответственно, два этажа. Спальня, гостиная, вид на сад. Соответственно, у них есть и two bedroom suite, соответственно, две спальни и одна гостиная. Также просто с видом на сад и с видом на лагуну. Вот в two bedroom у них размещение идет, то есть там, где две спальни, там одна спальня с двухспальной кроватью, вторая спальня с двумя односпальными. И здесь они как бы доп. места не ставят, здесь в любом случае, то есть это на одну какую-то семью, 2 плюс 2, максимум 2 плюс 3. Вопрос. Есть ли особенности покупки спиртного в Таиланде сейчас, время и так далее? Да, у них, как и раньше было, сейчас все это сохранено, то есть утром они какое-то время продают, а потом в дневные часы, по-моему, с 12 до 5 они алкоголь не продают. Они его закрывают и в вечернее время продают, но тоже, по-моему, по ограничению, там, часов до 11 до 12. То есть круглосуточные 7-11 ночью не продают алкоголь. Следующий отель Intercontinental Phuket Resort. Вот мы как раз в нем жили, он нам запал в наше сердечко, потому что, ну, отель действительно роскошный. Он был открыт, построен в 2019 году, то есть он новенький, расположен в бухте Камала, то есть это, грубо говоря, конец самой бухты, пляж, пляжик такой довольно-таки уединенный. Состоит из двух частей, хиллсайд и бичсайд. Если смотреть схему, вот когда, пока я не увидела сам отель вживую, по схеме мне казалось, что территория просто гигантская. Я думала, а как же вот с этой территории ходить на ту территорию, это так много. На самом деле все очень компактненько. Получается, что на основной территории на подъезде идет ресепшн. От ресепшна идут два корпуса. В серединке там частично виллы. Виллы там еще подальше есть. Как раз у этого красивого спа в виде храма тайского. И от ресепшн получается на первую линию, ну, буквально за две минуты можно попасть. То есть вы спускаетесь в такой туннельчик, который разрисован, и выходите уже к пляжному корпусу. И в арку пройдя, попадаете в бассейну. То есть там корпуса стоят, а внутри бассейн. И тут же, грубо говоря, стоят лежаки и выход на пляж. Очень уютно, все очень компактно. Территория, много бассейнов, три ресторана, бары, спа. Вот в этом замечательном красивом здании в виде храма. Теннисные корты для детей, бассейн, мини-клуб, детское меню, няни. Депозит присутствует. Ну, номера шикарные. Кровати, матрасы просто шикарные. Ванны просторные. Во всех номерах есть просторные, ну, ванны. Вопрос, рядом же особо ничего нет, где ужинать. Именно рядом с этим отелем, то вы ошибаетесь. Пляж, сама бухта Камала, она не маленькая. То есть, в прошлых отелях вы имеете в виду лагуну. В лагуне можно питаться, соответственно, в ресторанах и кафе на территории отелей. То есть, каких-то, ну, там у них есть на пляже Бангтау по пару кафешек таких местных, но питаться получается, что только на территории отеля своего, либо близлежащих. Там у них ходят по лагуне, грубо говоря, при выезде из лагуны, там у них тоже есть кафешки, барчики. Ну, то есть, можно бесплатно на этот шаттл автобус доехать. То есть, ну, в принципе, ну, можно выйти куда-то поесть. Но в основном вся жизнь на территории отелей. Вернемся к интерконтиненталю. К стартовой категории классик. Соответственно, это все хиллсайд, вид на сад, кровать кинг. Раскладную кровать, доп. места можно поставить только в номерах кинг. Если твин, то там уже доп. места не помещается, потому что кровати, ну, действительно, очень просторные, добротные. Классик пул-вью, маунтин-вью, соответственно, тоже базовая категория. Хиллсайд, вид на бассейн либо горы. Классик пул-аксесс, это, соответственно, первые этажи в корпусах хиллсайд, прямой выход к бассейну. Клаб интерконтиненталь, пул-вью, оушен-вью. У этих категорий квадратура чуть побольше. Это уже идет бич-сайт. Вид на бассейн, только кровать кинг, вид на море и клубные привилегии. Вообще, в принципе, вот эта часть бич-сайт, все номера там идут с клубными привилегиями. У них свой лаунж и также есть для клубных номеров еще свой отдельный бассейн, куда они могут ходить, соответственно, гости из других категорий номеров. Клаб интерконтиненталь, оушен-вью, сьют, 61 квадратный метр, тоже бич-сайт. Терраса с видом на море, гостиная и спальня с кроватью кинг-сайз. Клаб интерконтиненталь-лагун-вилла, это уже 104 квадратных метра. Данные виллы, они расположены на хиллсайд, как раз между корпусами. То есть между корпусами там идут такие бассейны-лагуны, соответственно, из корпусов выход в эти бассейны. И также есть виллы с выходом к этим бассейнам. Отдельно стоящие, они еще чуть подальше. Огорожены, имею в виду, полностью виллы. То есть вот эти вот лагун-вилла, у них получается, что своя собственная вилла, но выход на общую территорию в бассейн, в которой же могут иметь доступ номера из здания. One, two, three, bedroom club интерконтиненталь-пул-вилла, это, соответственно, хиллсайд. Это уже огороженные полностью со своей личной территорией, с бассейнами, виллы, которые идут, получается, по бокам от храма-спа. Ну, территория компактная, отель шикарный. То есть если туристы по бюджету тянут, то действительно можно его рекомендовать. В этот отель приезжают просто туристы из других отелей в тот же самый спа. Рядом инфраструктура с отелем есть. Как раз-таки здесь бич-клаб, известный на Камале, который... Вот, в общем, здесь скучно не будет. Следующий отель – Центара Гранд-Бич Резорт Пхукет. Отель расположен в северной части пляжа Карен на берегу моря. Как раз-таки это один из тех отелей, которые на этом пляже имеют свой выход к морю без дороги. Состоит из девяти корпусов и десяти одноэтажных вилл. Полная реновация в отеле была произведена в 2020 году, и каждый год они там что-то подделывают. Почти все номера с видом на море. Там у них первые этажи различные категории, причем там и с бассейнами на первых этажах есть. Они не имеют вид на море, у них сад. Все, что повыше, это, соответственно, с видом на море. На территории пять бассейнов с джакузи, ленивой речки, водной горки для взрослых и детей присутствуют. Четыре ресторана, бары, спа-центр, фитнес-центр. То есть, ну, опять же, центра популярен как для семейного отдыха, так и отдыха без детей. Ну, больше, наверное, с детишками. Для детей мини-клуб с анимацией, бассейн, кроватки, детское меню. Пляж первая линия, лежаки стоят у бассейна напротив пляжа. Депозит в отеле есть, 2000 бат за номер ночь. Можно наличными, можно кредитной картой. Соответственно, как у всех центар, большое количество категорий номеров. Стартовые делюксы, 49 квадратных метров, вид на сад или бассейн. Доп-место можно поставить одно, софа. Делюкс Ocean View, соответственно, отличается только видом на море. Делюкс Spa Ocean View отличается, что джакузи на балконе. В данной категории только двуспальные кровати, доп-место не ставится. Премиум Делюкс чуть-чуть побольше, 67 квадратных метров. Это угловые на вторых и третьих этажах. Имеют вид на сад и тоже кровать только дамбл. Премиум Spa все то же самое. Вид на море и джакузи на балконе. Делюкс Ют Private Pool 52 квадратных метра. Вид на сад. Это как раз-таки в корпусах, на первых этажах. Если видно на презентации, левая фотография. Первый этаж под крышей, как раз такой небольшой, совсем мини-бассейн. То есть это идет спальня и балкон с маленьким бассейном. И Luxury Pool Suite 83 квадратных метра. Первые тоже этажи. Там у них уже просторная угловая терраса и бассейн побольше, 16 квадратных метров. Вид на сад, либо частичный вид на море. Вопрос. Центаре через дорогу? Нет. Повторюсь, на пляже Карен всего три отеля, которые имеют доступ к пляжу без дороги. Остальные отели через дорогу. Этот без дороги. Paradox Resort Phuket. Также расположен в центре пляжа Карен. Он как раз-таки идет через дорогу от моря. Но там получается как? Если с территории выходишь, дорога, да, она приезжая, но она не центральная. И дальше сразу начинается пляж. То есть перейти дорогу, такую как бы проблем не возникнет. Это бывший мовинпик-резорт. С конца 22-го года, с 23-го переименовался, стал парадоксом. С 1 октября этого года в отеле закрыли главный корпус и главный бассейн на ремонт. Соответственно, все категории, которые были в главном корпусе, они сейчас не продаются. Но продается вся остальная территория. То есть при въезде в отель, как раньше было, вы въезжаете, у вас, соответственно, ресепшн, главный корпус, парковка. И дальше начинается уже бассейн, зеленая территория, виллы, коттеджи раскиданы. То есть там довольно-таки такая протяженная территория к морю. И сейчас, получается, вот эта часть, она закрыта, самая дальняя от моря, там ремонт, ресепшн и все остальное сделали в дополнительном корпусе Саэнгчан, где сьюты расположены. То есть они перенесли туда и ресепшн, и, как я знаю, мини-клуб. То есть, в принципе, ремонт не на какой-то в середине, а он как бы сбоку. То есть, в принципе, он там также, ну, как писали, уточняла у коллег, которые там, из принимающей компании. Они сказали, что никто не жалуется, вот кто заезжал из туристов. То есть шум, ну, какой-то небольшой есть, где-то там вдали слышно. Но основная территория, она без ремонта. То есть ты ходишь под деревьями, парк, все очень комфортно. На территории три бассейна, четыре ресторана, кафе, бар, эспо-центр. Для детишек тоже все там, мини-клуб, бассейн есть. Депозит в отеле 1000 бат за ночь, но также с отелем можно договориться без депозита. Стартовые категории. У них одноэтажные такие небольшие коттеджи, 36 квадратных метров. Вид на сад, кровати только кинг, душ на открытом воздухе, небольшая такая терраска. Гарден-вилла, чуть побольше. Они тоже, получается, отдельно стоящими такими небольшими корпусами, раскиданы по территории, потому что территория довольно-таки большая. Вид на сад, кровати здесь кинг-либо твин, душ на открытом воздухе, терраса или внутренний дворик. Можно поставить одно, доп. место, софа. План-шпул-вилла и пентхаус-план-шпул-вилла. Вот эти категории, они располагаются в одном и том же здании. Вот на фотографии, это фотография посередине, с такой соломенной крышей. То есть, получается, на первом этаже это планш-пул-вилла, 68 квадратных метров, спальня кинг и терраса с небольшим бассейном. А на втором этаже уже находится пентхаус-планш-пул-вилла, 71 квадратный метр, кровати кинг или твин, и из спальни там есть лестница на крышу, и на крыше находится собственный бассейн. Ну, довольно-таки компактно, но как бы места достаточно. Также, соответственно, есть у них корпус Санг Чан. Там располагаются one-bedroom и two-bedroom сьюты. Они относительно новенькие, у них прям ремонтик такой хорошенький. One-bedroom 72, two-bedroom 108 квадратных метров. И также есть еще по территории, значит, one-bedroom либо two-bedroom сьют-вилла. Это тоже, ну, они раскиданы в зоне вилл, там такая, ну, довольно-таки обширная территория. У данного отеля есть еще резиденции. Они как раз-таки стоят ближе всего к морю. И, соответственно, там есть двухспальные, есть, по-моему, не ошибаюсь, трехспальные. И у них еще с террасами и прям с видом на море открывается. Ну, симпатичный, но получается, это самая дорогая категория номера. Так, следующий отель – Вербурип Хукет Резорт Инспа. Тоже он, получается, на пляже Карен через дорогу от моря. У многих он продается как четыре звезды, но он что-то такое между четыре и три звезды. Состоит из четырех-пятиэтажных зданий. Реновация была в 2019 году. Частично они там сейчас подделывают. Территория – открытый бассейн с жакузи, два ресторана, несколько баров. То есть территория, она вот в, ну, грубо говоря, корпуса стоят буквы «П», и вся территория – это все, что вот внутри этих корпусов, небольшая. Есть шаттл-басс до пляжа Патонг возят. Депозит обязательный – 100 долларов за период. Неважно, это будет неделя, либо две недели. Номера для бюджетного такого туриста вполне очень даже хорошие, симпатичные. Супериор стартовый – 32 квадратных метра. Вид на город, но там больше он, наверное, на стройку. Там соседнее здание, как говорят, строится уже лет пять и никак не достроится. И вот у супериоров выходит вид как раз-таки вот на эту стройку. Супериор пул вью – соответственно, номера стартовой категории, которая смотрит внутрь на территорию, на бассейн. Делюкс – это, соответственно, чуть побольше номера. Вид на бассейн и немножечко там на море видно. Пул аксесс – соответственно, это первый этаж с прямым выходом вот к этим бассейном речке. Джуниор сьют – вид на бассейн, либо море. Это спальня с зоной гостиной, и есть обеденная зона. Но все это объединено как бы в одной комнате. Есть кухонный уголок, можно готовить. Экзекьютив сьют – еще побольше. Гостиная с обеденной зоной. Здесь уже отдельно спальня с дверью. Также есть кухонный уголок и кровать только кинг. Так, у меня что-то не прогружается. У вас видно презентацию Методи? Следующий отель. Вот, подгрузилась. Отель Методи – концепт. Это уже отель расположен в районе Каты. Отель в данном году совмещает в себя два отеля. Раньше, до этого, был отель Методи Резортс энд Виллос. Соответственно, в этом предыдущем, точнее, году достроили новый отель Методи Элит. Он, получается, чуть дальше от моря, но, в принципе, все равно все встречаются на ресепшен. От ресепшена есть, вводят электрокары, баги. Можно доехать до улицы, где всякие магазины, кафешки. Есть по расписанию, но там буквально, наверное, четыре раза в день возят на сам пляж. На сам пляж идти минут 15-20 за счет того, что нужно огибать клабмет. Но отель очень симпатичный, особенно вот эта новая часть Методи Элит. У него, получается, территория построена в виде лепестков. То есть корпусы в виде полусфер, и они вот так вот в такую небольшую окружность. И между ними вот эти плавучие бассейны. То есть можно выйти из своего номера и плавать хоть целый день, потому что там ты будешь по этим вот таким, ну, не очень узким, но улочкам проплывать, грубо говоря, всю территорию отеля. Номера, соответственно, там новые. Вот именно в Методи Элит категории Junior Suite ввести раз и Junior Suite Pool Access. Pool Access у них идет и с первого этажа, и со второго. Третий, четвертый, соответственно, просто с террасой. Из первого этажа просто выход, у них нет балкончиков, а со второго этажа получается балкон, и сбоку балкона начинается такая винтовая лестница. То есть если с детьми, то, конечно, второй этаж Pool Access лучше не брать, потому что она довольно-таки крутая. Вот. Ну, если взрослые либо дети повзрослее, можно чуть дешевле взять второй этаж. Это даже более уединенно, но ты можешь все равно выйти в бассейн. Так, вопрос давайте зачту. Так, все подробно рассказывайте, что стала записывать. Можно после скачать презентацию. Да, обязательно будет запись и вебинара, и выложим презентацию в общий доступ. Здесь будет. И также, если что, вы можете на наш сайт зайти турплатформа, в раздел вебинары. Там мы выкладываем и презентации, и записи. Как долго шли до пляжа? Ну, минут 15-20, не спеша. Через кафешки-магазинчики, и потом выход на пляж. Дальше. А по поводу методи. Вернемся к отелю. Территория, соответственно, методи Resort & Villas, она сохранилась. Там тоже очень симпатичные номера. Получается, на той территории идет корпус и есть вилла. На территории, соответственно, есть свои бассейны. Девять бассейнов в Элит. И открытый большой бассейн на территории Resort & Villas. Там он, получается, просто за счет того, что он идет и у корпуса, и у вилл. Они вот все такие большие. То есть там плавать придется долго, при желании. Три ресторана, один на крыше, три бара, спа-центр. То есть туристы, и живя в виллах, и живя в Элит, они могут пользоваться территорией всего. Хочешь, пойди, покупайся, поплавай в том бассейне. Хочешь, в этом бассейне. Единственное, что завтраки у резорта проходят, соответственно, включенные там, а у Элита на своей территории. Потому что, ну, как бы, довольно-таки там территория всего, она обширная. То есть ходить на завтрак комфортнее поближе. На обед, ужин, соответственно, туристы питаются в любом кафе на территории любого из этих отелей, либо ходят уже на самом курорте. В методии вилла, соответственно, есть номера в корпусе. Это Deluxe Pool View и Pool Access 50 квадратных метров. Соответственно, второй этаж Pool View, первый этаж с выходом в бассейн и Pool Access. Ремонт там, ну, относительно того, что вот мы как раз две ночи жили в методе Элит, там за счет того, что он новый, новые номера. После этого смотришь там, ну, кажется, ну, скромненько так, но чисто. Честно, вот все отели, которые видели, смотрели, нельзя сказать, что где-то были очень плохие номера. Везде, да, видно, что старенький ремонт, несовременно, может быть, ну, еще плюс тайский стиль добавляет такую ненавизну. Но везде чисто и ухоженно. И, соответственно, виллы, Access Pool View 90 квадратных метров, кровать с балдахином, там, получается, как бы крыша такая высокая, терраса с лежаками и выход в этот бассейн реку. И Private Pool Villa, соответственно, виллы со своим собственным бассейном, огороженные, частная терраса, все очень уютненько. Следующий отель. У меня опять, извините, зависла презентация. Если не ошибаюсь, следующий должен быть Le Meridian. Да, видим на слайде Le Meridian. Отлично, вы видите, я пока расскажу, что на памяти. Отель предлагает большой выбор ресторанов, большая территория. Чем он знаменит и почему все туда едут. То, что, соответственно, это собственная бухта на весь отель. То есть ниоткуда никакие туристы не придут. То есть вот эта уединенная бухта, наверное, и чарует всех туристов, которые туда приезжают. Соответственно, с двух сторон холмы. С одной стороны пляж Патонг, с другой стороны пляж Карен. Пешком из этого отеля никуда не дойти, потому что территория потом, она уходит в холм и разъезжается, смотря в зависимости от того, куда ехать, в какую сторону. То есть в любом случае и на Патонг, и на Карон нужно будет вызывать такси и ехать. Но на территории самого отеля есть, в принципе, все, что нужно. Прекрасное место для семейного отдыха. Форум в классическом стиле, с элементами восточного декора. Реновация была в 2018-2019 год. В ковид они частично что-то подделывали, но действительно такой ремонт. Ну вот на фотографии примерно, вот как на фотографии, так вот все оно и есть. Нельзя сказать, что это прям совсем старо, но и не новье. Состоит из четырех соединенных между собой шестиэтажных корпусов А, Б, Ц и Д. И, грубо говоря, делится на два крыла. Но все категории, они как бы раскиданы. То есть нет такого, что в одном крыле только одни категории, а в другом нет. Все одинаково. На территории четыре открытых бассейна, семь ресторанов, три бара, спа-центр, фитнес-центр, четыре теннисных корта, различные там и для взрослых спортивные какие-то развлечения. И для детишек, для детей бассейн, мини-клуб, игровая есть отдельно для подростков. То есть там скучно на самой территории не будет. Кроватки детские, горшки, все это по запросу предоставляют. Пляж – это, соответственно, бонус, свой уединенный пляж. Бухта, лежаки есть и у бассейна, и стоят и на пляже. Вход в пляж хороший. Единственное, что там, в принципе, таблички вывешены, что вот сбоку, одного из боков, ну, точнее, даже с двух сторон, там есть немного каменистости. Но это, в принципе, и так понятно, потому что это такая бухта. Категория номеров стартовая. Делюкс в корпусе А и Д, которые стоят перпендикулярно морю. Вид на сад, ванны, души, одно дуп-место, раскладная кровать. Делюкс пул-вью, соответственно, такие же номера, только они смотрят на территорию отеля самого. И вид у них на бассейн. Одно дуп-место. Вот следующая категория – Делюкс оушен-вью. Она располагается в категории, точнее, заговариваюсь, в корпусах Б и С. Они, получается, стоят за бассейнами. То есть у них до моря, получается, расстояние больше. А у Делюкс пул-вью есть у некоторых номеров, они ближе к морю. То есть у них боковой вид на море, но ты море видишь намного ближе. И, в принципе, наверное, вид более такой симпатичный у Делюкса пул-вью. Ну, мне так показалось. Хотя вот мы заходили и подальше от моря пул-вью, ты все равно море видишь. Но ты также видишь, как и оушен-вью. То есть, в принципе, нет смысла переплачивать за оушен-вью, смотреть через всю территорию. Там где-то в конце должно быть море. Его видно, но у пул-вью все-таки можно попросить, чтобы номера были поближе к самому морю, тогда там вид открывается шикарный. Делюкс оушен-вью, соответственно, 38 квадратных метров. Вид на море, доп. места там не устанавливается. Оушен-вью, джуниор-сьют, 47 квадратных метров. Также в корпусе БЭЦ, вид на море, спальня зоны гостиной. То есть номера чуть побольше, но они не двухкомнатные. Это все одна комната. Ставится только одно доп. место. Отель хороший. И действительно, по подтверждению, довольно-таки быстро. Ближайшие даты, новогодние, все это уже в стопе. Многие туристы возвращаются только за счет того, что вот эта уединенность. Ну и последний отель на сегодня – это Кататани, Пхукет Бич Резорт. Отель расположен на берегу бухты Катаной. Практически всю ее занимает, потому что территория очень большая. Это один из самых популярных отелей на Пхукете. Очень развитая инфраструктура на территории самого отеля. Особенно с детьми. Туда очень много тоже повторных туристов. Отель состоит из двух частей. Корпуса Таневинг расположены непосредственно на пляже, вдоль пляжа. Вот это вся по ширине – это все Таневинг. То, что через дорожку – это уже идет территория Буревинг. Я вместо общей фотографии на слайд поместила как раз такую карту, на которой, в принципе, видно, какие корпуса на второй линии и что расположено на первой линии. Территория, соответственно, шесть бассейнов, джакузи. Есть, соответственно, детская горка, всякие там, ну, их тоже называют аквапарк, где просто вода везде плещется, ну, то есть без каких-то горок. Ну, такая аквазона. Спа-центр хороший, теннисные корты. Для детишек четыре бассейна, вот аквазона, мини-клуб, кроватки, площадка. То есть там скучно не будет. Соответственно, первая линия, большая территория, куча бассейнов, там раскиданы лежаки, зонты на самой территории. Депозит присутствует. Соответственно, в Буревинг – это три трехэтажных корпуса со своим бассейном, расположены на второй линии и отделены от моря садом и дорогой. Дорога, она внутренняя, то есть это не какая-то трасса, то есть там машин очень мало. То есть это, грубо говоря, дорога, заезд к этому отелю. То есть кто может подъезжать, там какие-то туристы, кто работает, какие-то доставки продуктов. То есть там мало движения. Соответственно, на Буревинг есть корпус Делюкс. У них 45 квадратных метров, вид на сад или бассейн, кровати Кинг или Твин. И когда мы были, как раз Делюкс Корпус, его реновировали, нам его не показывали. Обещали, вот в октябре должны были уже открыть. Там же на территории Буревинг есть корпуса Делюкс Пул Вью. Там, соответственно, идут номера с видом на бассейн, пул аксесс, это 50 квадратных метров, соответственно, с прямым доступом в бассейн с террасы. И есть корпус Гран Делюкс. Вот Гран Делюкс, его очень по-другому называют семейный корпус. Там 50 квадратных метров, спальня и гостиная с раздвиженными дверями, диван, соответственно, в гостиной стоит, или двухъярусная кровать, вид на сад. Ну, то есть спокойно 2 плюс 2, даже 2 плюс 3 в этой категории можно разместиться. На первой линии Танни Винг 4 объединенных трехэтажных корпуса расположены непосредственно у моря. Джуниор Сьют и Джуниор Оушен Фронт, спальня, зона гостиная однокомнатная, вид на море, Оушен Фронт, соответственно, он там чуть-чуть просто корпус стоит на пляже поближе. И, соответственно, Гран Д Сьют, спальня, гостиная с обеденной зоной, вид на море, просторные тоже номера. Ну, в основном, конечно, на первой линии спросом пользуются просто джуниор Сьют и стартовые категории. Но можно предлагать и вторую линию. То есть здесь нет такого, что территория не огорожена. То есть это все равно считается как бы одна территория, небольшая дорога проходит, но все очень близко. Хороший отель, хороший уровень сервиса. У них там даже отдельное есть здание, здание, если туристы рано прилетают, номер не готов, либо выселяются, у них поздно вечером вылет. Там целый большой, ну, не корпус, но такое здание, оно отдельное. Там душевые, там диваны, то есть там можно передохнуть, попить чай, кофе, переодеться. Соответственно, для багажа комнаты. То есть все продумано для комфортного отдыха. Отель хороший, рекомендуйтесь туристам. Ну и, соответственно, по Пхукету у нас тоже очень хорошие цены, которые вы можете смотреть на слетать, на турвизоре. Не буду больше вас мучить, потому что уже прошло два часа. Подписывайтесь на наш, на нас в соцсетях ВКонтакте, Телеграм-канал, туда мы выкладываем все наши новинки, какие-то акции, бонусы, вебинары, семинары, рекламные туры. В общем, все, что у нас есть в наличии по лучшим ценам. Поэтому подписывайтесь, чтобы не потеряться. Так, депозит в отелях Пхукета. Ой, подождите, не успеваю. Вопросы. Депозит в отелях Пхукета принимается в долларах или евро. В какой валюте возвращать неиспользованную сумму? Можно ли сейчас на Пхукете обменять рубли на баты? Рубли на баты на Пхукете я видела, где-то можно обменять, но курс не очень удобный. Депозиты берутся чаще в батах, просят, потому что если туристы будут тратить, им проще из бата вычесть баты и отдать сдачу. Но если туристы не хотят пользоваться депозитом, вот они говорят, мы вам даем депозит, но мы им точно пользоваться не будем. Соответственно, в какой они валюте дают, они его запечатывают в конверт, и в той же валюте, соответственно, тот же конверт и возвращают туристам. По полетной программе можно пару слов? Есть прямые рейсы. Вы, возможно, подключились не с самого начала, там был слайд, я немножечко говорила про полетную программу, к сожалению, не буду к этому возвращаться. Можете посмотреть. У нас нет чартерных рейсов, соответственно, посчитаны ГДС. Из прямых это Аэрофлот, есть из Иркутска S7, можно комбинировать их как-то. Не буду останавливаться. Спасибо. Вам спасибо большое за внимание. Спасибо за ваши вопросы. А у вас блоки на авиаперевозку есть? Нет, блоки мы не брали, чартеры тоже не брали. Все рейсы регулярные, да, все правильно. Спасибо большое, коллеги, то, что слушали, задавали вопросы. Не буду вас больше мучить. Если что, звоните к нам, обращайтесь, мы поможем по любому вопросу, не только по Таиланду. Мы всегда за общение с вами. Спасибо. До свидания. До свидания.